Здравствуйте, уважаемые слушатели курса! С этого видео мы с вами начнем построение корпуса в программе SolidWorks. Перед вами чертеж половины корпуса. Здесь указаны габаритные размеры, длина, ширина, функциональные – это ширина позвоночника. Этот выступ будет фиксировать положение колес, которые будут насаживаться симметрично на вот эти части. Внутренние замеры. Здесь будет находиться корпус мотора, аккумулятор, плата и место под вентилятор охлаждения. Так будет выглядеть корпус снаружи. Отверстие. Для вентилятора. Под кнопку. И для соединения болтами. Изнутри он выглядит немного посложнее. Вот здесь мы видим, что мотор у нас имеет цилиндрическую форму. Аккумулятор. Формы прямоугольника со скругленными углами. У нас будет круглая плата. И постамент под вентилятор. Для того, чтобы вращаться вокруг объекта, зажмите колесо мыши. Давайте создадим новый файл. Деталь. Для того, чтобы начать рисовать, нам необходимо выбрать эскиз. Затем мы выбираем плоскость, на которой будем рисовать. Выбираем инструмент линия. У Солидворкса есть привязки, которые помогают нам центровать наши линии. Сначала мы можем рисовать абсолютно рандомно, а потом уже выставлять какие-то размеры. Я нарисовала половину корпуса. Но вот эту линию мне сейчас нужно переделать в осевую. Убираю эту линию. И ставлю галочку Вспомогательная геометрия. Или это можно было сделать вот здесь. Нажать на треугольничек и выбрать осевая линия. Теперь начинаем выставлять размеры. Левую и правую линию выбираем. И пишем 291. Теперь высота. Так как диаметр у нас здесь был 60, ставим 30. Выступ бортика 7,5. Тут у нас далеко уехала линия. Опустим ее. И здесь ширина у нас 51. Теперь я буду выставлять равенство между линиями. Выбираю эту линию. И зажимаю shift. И выбираю другую. Нажимаю слева равенство. Теперь выбираем вот эти две. Также через shift. И ставим равенство. Теперь нам нужно разместить по центру. Убираем мы эту линию и центр координат. Средняя точка. И линии эскиза стали черными. Это значит, что наш эскиз определен. Теперь мы можем этот эскиз преобразовать в объект. В элемент. Переходим во вкладку элементы. И выбираем повернутая бабышка. У нас вот эта линия осевая. И Solidworks считает, что этот эскиз не замкнутый и он не может вращаться. Поэтому нажимаем да для того, чтобы эскиз был закрыт автоматически. Вот такой цилиндр у нас получился. Здесь меняем, на сколько градусов будет вращаться наш элемент. 180. Вот ровно половина. Нажимаем галочку ok. Элемент у нас уже создался. У корпуса есть небольшие углубления по бокам. Сейчас мы тоже их сделаем. Теперь мы выбираем плоскость, на которой будем создавать это углубление. У нас появляется меню. Нажимаем эскиз. Выбираем окружность. Здесь можно выбрать тип окружности. Сейчас окружность идет из центра. Вот видите, единичка, то есть первое и второе нажатие. Можно рисовать окружность по трем точкам. Нам сейчас подходит именно первый тип. Выбираем центр и введем в сторону. Вот как-то так. Нажимаем галочку. Теперь из этого эскиза мы с вами создадим элемент. Это будет вытянутый вырез. Выберем тип. Это будет не средняя плоскость, а на заданное расстояние. Сейчас он нам предлагает сразу 10 миллиметров. Это слишком много. Поставим 3. А так как корпус у нас симметричный, мы сразу отзеркалим этот элемент. Вот он сейчас здесь выделен. Вот он выделен. И добавляем зеркальное отражение. Сейчас у нас программа спрашивает относительно чего мы будем отражать. Вот здесь мы видим маленький треугольничек. Тут повторяется наше дерево построения. И мы видим первым делом плоскости, от которых будем мы отражать. Будем отражать относительно плоскости справа. Сразу наметилось зеркальное отражение. Нажимаем ОК. Внешние габариты мы построили. Теперь давайте добавим скругление к инструменту скругления. Здесь мы видим, что радиус скругления задан 10 миллиметров. Этот радиус слишком большой. Поставим для начала единичку. И выберем полный предварительный просмотр. Теперь мы будем выбирать грани, которые хотим скруглить. я случайно выбрала целую грань, а не кромку. Нужно ее удалить. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем удалить. Если мы выберем удалить выбранные элементы, то он удалит вообще все. Видимо, с русским языком немножко напортачили в SolidWorks. Потому что перевод тут иногда некорректный. я выбрала все громки, которые мне нужно было скруглить и нажимаю ОК. При желании я могу поменять правой кнопкой мыши редактировать определение и поставим попробуем 2 миллиметра. А как вы видите, ничего не получилось, так как здесь расстояние слишком маленькое и эти два скругления будут между собой пересекаться. Попробуем поставить поменьше полтора. У нас получилась вот такая плавная линия. оставим так. Теперь давайте удалим вот эту часть. Выбираем грань и выбираем инструмент оболочка. Сейчас у нас предлагает программа создать 10 миллиметров в толщину делаем 3. Ставим галочку отобразить предварительный просмотр. Нажимаем ОК. Можем сейчас сразу сделать кнопку. Убираем грань, на которой будем рисовать. Нажимаем эскиз. Окружность. Ставим размер. 3 миллиметра это был радиус, поэтому диаметр будет 6. ДИАМЕТР и выбираем элемент вытянутый вырез. Можно выбрать до следующей, чтобы он как раз вырезал от этой грани до этой. Нажимаем ОК. Теперь мы создадим отверстие для воздуха. Выберем инструмент «Прорезь по дуге с указанием центра». теперь мы возьмем осевые линии и сделаем две направляющие. Чтобы не продолжать линию, нажмите «Escape». зададим равные углы. Допустим, 15, 15, теперь касательная. Теперь касательная. зададим толщину и расстояние от центра координат до центра дуги. поменяем градусы и поставим побольше. создадим и создадим элемент вытянутый вырез. У нас сразу стоит до следующей. Нажимаем ОК. Теперь мы этот вырез должны размножить. выбираем выбираем линейный массив и выбираем направление. В качестве направления берем размер. Полный предварительный просмотр поставим добавим еще так и оставим толщину изменю. Мне кажется 3 мм это слишком много. Выйти из эскиза. в следующем видео мы начнем делать внутреннюю часть.